Всем привет дорогие друзья с вами Тимир. Буквально пару дней назад вышел второй трейлер Человека-паука не к пути домой и в детский мир уже завезли разные фигурки по этому фильму и сегодня у нас на обзоре Человек-паук в черно-золотом костюме. Там также есть фигурка Мистерио из этой серии и пока что больше никого нет. Хотелось бы также увидеть фигурку Зеленого Гоблина или Доктора Октавиуса, но не факт, что они появятся. Поэтому сегодня рассмотрим эту фигурку. На коробке у нас Marvel Studios Spider-Man. Фигурка, кстати, от Hasbro. Также показано, что здесь у нас будет секретное оружие или не оружие из паутины, но по факту его можно здесь разглядеть. А сзади нам показывают, как мы можем эту паутину закрепить и какие предметы нам могут попасться. Что ж, давайте откроем эту фигурку. А вот и сама фигурка Человека-паука. Мне очень нравится, как она выполнена, как она продетализирована. Покрашена она также очень аккуратно. Можете рассмотреть поближе. Одна рука, конечно же, в знаменитом жесте. Тоже очень хорошо покрашена. И точки подвижности у него есть в шее. Голова крутится и наклоняется. Руки также подвижны в плече. И в локте. А ноги подвижны только в бедре. Можно было бы сделать также подвижность в колене. Также вместе с пауком есть такое вот оружие. Такая паутина с магией Стрэнджера, которую мы можем надеть на одну из рук. Вот так. И выглядит это довольно эффектно. И также вместе с ним идет в качестве секретной паутины такая вот очень странная маска. А если ее надеть на голову Человека-паука, она будет выглядеть еще страннее. Согласитесь, это выглядит очень странно и плохо. Поэтому без нее, конечно же, лучше. Давайте подведем итоги. Что ж, друзья, на этом все. Пишите, понравилась ли вам эта фигурка Человека-паука и мой обзор. Также пишите, хотите ли вы больше разнообразия на канал, а не только Лего. Ну а я буду прощаться. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи и всем пока. Пока.